Здравствуйте! В середине мая появилась информация, что в России могут отказаться от системы ЕГЭ, так как во многом она не оправдала себя. Тем не менее, уже в понедельник стартует первый единый государственный экзамен согласно допандемийному графику. Как он пройдет в этом году? Можно ли избежать стресса, который порой доводит школьников даже до суицидов? Об этом мы не только поговорим сегодня в студии с Натальей Полосиной, начальником отдела Организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края и психолога Гуар Краян. Здравствуйте! Рад вас видеть. Первый вопрос, Наталья Васильевна, о том, что от системы ЕГЭ в перспективе могут отказаться, говорил представитель Комитета Госдумы по образованию и науке, говорил он это, по-моему, 13 мая, что-то в середине мая, и не оправдал себя. Основное, почему он все-таки решил об этом заговорить. Как вы думаете, оправдала ли себя эта система или все-таки экзамены, тет-а-тет, общение с педагогом, они все-таки предпочтительнее? Вы знаете, здесь по-разному можно смотреть, но я думаю, что все же система ЕГЭ себя оправдывает. На сегодняшний день мы ни в коем случае не можем сказать о том, что ЕГЭ сегодня это то, что мы поставили плюсики, галочки в окошечках и этим показали свои возможности. Нет, никоим образом. На сегодняшний день современный ЕГЭ это экзамен, который требует достаточно серьезных и фундаментальных знаний. Это и задание на рассуждение, и задание на знание правил, и возможность самовыразиться. Это как раз, вот если говорим, допустим, о гуманитарных предметах, это эссе, это и сочинение, это и возможности написания, высказывания своих мыслей в отношении какой-либо ситуации или какого-либо текста, который приведен выше. То есть на сегодняшний день ЕГЭ это действительно достаточно серьезная вещь. А вот по поводу того, что оправдал он себя или не оправдал, тут можно посмотреть опять же с разных сторон. Мы смотрим советское время, да, сдаем экзамены, сдаем экзамены учителю, сдаем экзамены в ВУЗ. Первый этап, второй этап, восемь предметов, плюс еще четыре, ну либо два. То есть достаточно большая нагрузка. Однозначно большая нагрузка. Это во-первых. Во-вторых, ты заходишь, ведь в любом случае человек человеку это есть некий субъективизм. Мне вот человек понравился с первого взгляда, а вот ей не понравился с первого взгляда или вам не понравился. И мы можем вот здесь найти конфликт интересов. Я могу поставить ему три, а на самом деле он, потому что он просто мне не понравился. Я далека сейчас от мысли, что именно так и поступали наши преподаватели, но это мы вот логически можем предположить, да, то есть есть такие моменты. Но есть еще, что заволновался человек, да, и если он в письменной форме может это выразить, да, поставить там какой-то плюсик, то в УЗН ему сложно. Знаете, как психологически нападает ступор, да, я знаю, как сказать, но не знаю, не могу выразить это словами. И такое бывает. И что мы сегодня, о чем мы сегодня говорим? О том, что ЕГЭ это все же уже не столько итоговая аттестация, сколько все же порог по вступлению в высшие учебные заведения. Поэтому говорить, оправдала себя ЕГЭ или не оправдала, я думаю, что оправдала. Отчасти, да, очень многие говорят, что система ЕГЭ и критикуют ее, она вызывает некий стресс у ребятишек, когда они готовятся. Есть даже статистика, что в мае происходит 20% детских самоубийств. Вот я сегодня в интернете об этом прочитала. И не выдерживают ребята учебную нагрузку, и не выдерживают они родительский какой-то натиск, давление родителей. Гуар, можно ли вот по-вашему избежать вот таких страшных историй? А их достаточно на самом деле. И как настроить ребенка? Как вести себя родителям, чтобы они действительно не давили? Здесь очень важный такой момент, потому что действительно, ну, ЕГЭ это просто вершина айсберга, потому что у ребенка много трудных жизненной ситуаций, стрессовых ситуаций может быть. Там первовлюбленность также, да, когда родитель говорит, да ты таких найдешь, да ты не переживай. Дружба, которая, да, кто-то из них предал, да, из друзей, все, мне предали, мне плохо. Стрессовых ситуаций у ребенка много, и он сталкивается каждый раз первый раз, да. А для взрослого, так как это, ну, с жизненным багажем, да, они уже это могут истолковать так, что ничего страшного пройдет, да, конечно, мы знаем, что пройдет, но для ребенка-то это, ну, первый раз. Соответственно, здесь, скорее всего, не причина не в ЕГЭ, да, как стрессовой ситуации, сколько давления до социума, потому что у ребенка, да, своя тревога по поводу того, получить оценку какую, как это повлияет на будущее. Тут добавляется тревога, там, родители, которые требуют от них удобного, умного, красивого ребенка. Ожиданий-то у родителей много, да, у педагогов свои ожидания. Чтобы самому не было стыдно, да, за своего ребенка. Да, я-то хочу, чтобы там мои ученики хорошо учились, да, это же мой статус в том числе. Соответственно, требования, учитесь, учитесь, делайте, делайте. И они не замечают, как со всеми вот этими давлениями ребенок уже… То есть то ли я как родитель с родительской тревогой, учитель с учительской тревогой, а ребенок — своя тревога, родительская тревога и тревога учителя. То есть главное что? Как стресса избежать детям? Здесь главное сказать, что ты сделаешь все, что ты можешь. Ты достаточно знаешь и получишь, ну, например, все задания сделаешь ровно, столько, сколько сможешь. И это не конец света. Если не получится, пойдём дальше. Потому что у всех какая-то критическая точка, если мы не сдали, всё, уже конец. Ну, следующий год тоже придёт, и жизнь на этом точно не заканчивается. Поэтому, если мы это сделаем правильно уже во время ОГЭ, ЕГЭ, это уже повторно, это не так страшно будет. То есть нужно готовиться с 9 класса ещё? С 9 класса, потому что это первый стресс. Ну, все нервничали. В прошлом году я точно помню, когда ЕГЭ из-за пандемии перенесли на июль месяц. Как в этом году обстоят дела? Я так понимаю, всё по графику. Да, в этом году мы идём по графику. Мы стартуем понедельник, 31 числа. Наши деточки будут сдавать литературу, химию и географию. Дальше у нас пойдёт самый массовый экзамен – это русский язык. Русский язык у нас. Вообще у нас на ЕГЭ в этом году записалось свыше 13 тысяч человек. Это не только выпускники этого года. Это и выпускники прошлых лет, это и колледжи, это и те, кто желает поступать в высшее учебное заведение, им необходим, может быть, другой предмет какой-то, который они издавали. Это получается больше, чем обычно записалось, нет? Это каждый год записывается на ЕГЭ больше, чем выпускников этого года. Примерно на тысячу, чуть побольше. Мы пока идём в графики. Я думаю, что пойдём в графики и пока, к счастью, изменений не предвидится. Ну вот смотрите, всё в прошлом году было серьёзное не только с точки зрения безопасности, но той безопасности, когда проверяют на наличие металлоискателям и всем остальным. Ну и во главе были антиковидные меры, там школы готовились заранее, за несколько недель, закупали литрами эти антисептики, термометры есть, температуры никого не пускали. В этом году как всё будет с этой точки зрения организовано? С антиковидной точки зрения мы принимаем такие же меры, как и в прошлом году. В этом году у нас практически во всех аудиториях, а у нас 1059 аудиторий, по краю, да. Будут в аудиториях размещены рециркуляторы, которые могут работать и во время проведения экзамена. У нас точно также сохраняются санитайзеры, которые наполнены жидкостью для обработки рук. Мы предлагаем выпускникам надеть маски, но это по их желанию. Ну в прошлом году тоже, по-моему, так было, да? То есть в маске сидеть 4 часа, ну это просто нереально. Сложно. Единственное, конечно, организаторам в ППЭ мы не просто рекомендуем, а организатор в ППЭ – это взрослые люди, педагоги, они будут находиться в масках. Но в этом году им разрешено находиться без перчаток. В прошлом году это было обязательное требование. Поэтому точно так же будет термометрия на входе. То есть антиковидные меры, они сохранятся. Ну, разумеется, в прошлом году были изменения, тоже связанные с количеством предметов, которые сдавали ребята, в том числе из-за пандемии. Есть ли изменения какие-то в этом году по сравнению с прошлым? В этом году у нас один единственный обязательный экзамен для тех, кто будет сдавать ЕГЭ – это русский язык. Тот, кто сдает русский язык, а дальше идут предметы по выбору. То есть математика у нас уже никак обязательный предмет. Математика не обязательная, она идет только профильная. В этом году базовой математики нет. Но, есть одно но. Мы в этом году сдаем как ЕГЭ, так и государственный выпускной экзамен. Это что поподробнее чуть-чуть? Расскажу. ЕГЭ сдают те, кто по желанию поступает в высшее учебное заведение, потому что ЕГЭ засчитываются за экзамены вузы. Те из ребят, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, сдают государственный выпускной экзамен. Государственный выпускной экзамен – это, можно сказать, тоже ЕГЭ, только чуть-чуть послабее, чуть-чуть попроще, хотя сохраняются все абсолютно требования, которые касаются санитарно-эпидемиологического режима, и те, которые касаются безопасности в рамках проведения единого государственного экзамена. Попроще, это другие задания? Это другие задания. Если мы будем говорить, например, о математике, то это ЕГЭ базового уровня. Это действительно достаточно такой легкий материал. А русский тоже получается? И русский тоже. В таком же виде. Два экзамена – русский и математика. И русский тоже проще. Такого базового уровня. Базового уровня. Поняла. Пересдать экзамены в случае неудовлетворительной оценки, когда будет возможно? Пересдать ЕГЭ в результате неудовлетворительной оценки невозможно. Нет, ну а вот у нас же есть какой-то, по-моему… Это было, когда у нас с вами по положению, по порядку ЕГЭ считался и выпускным, и вступительным. В этом году ЕГЭ только выпускной экзамен. Дополнительный период для тех, кто не сдал по болезни или какой-либо другой уважительной причине, он будет. Этот дополнительный период у нас будет в июле месяце. Начало его 13 июля, 13, 14, 15 и 17, по-моему, 4 дня. А вот пересдать, если ты сдал на 2, нет. Вот оно как. Ну, в следующем году, значит, придут сдавать. Да, наверное. Выбор, да? Вот выбирайте, что хотите. Ну да. Вот это тоже новшество. Тоже новшество, да. Я даже не знала об этом ребенку. А можно ли сказать, что нынешним выпускникам по сравнению с прошлым годом повезло? То есть как-то им попроще будет? Знаете, в каком, наверное, плане? Вот опять же, скажу, что чисто в психологическом плане им, наверное, повезло. Почему? Потому что, вот как сказали, вот так в эти сроки наши будут единый государственный экзамен. Значит, они готовятся к этим срокам. Нет переноса в результате тех ситуаций, которые были у нас в прошлом году. Я имею в виду пандемию. Сказали, что есть выбор. Определите для себя. Хотите вот этого? Пожалуйста. Хотите вот этого? Пожалуйста. То есть выбор есть у ребят. Поэтому думаю, что здесь ребятам было немножечко попроще. Они знали, к чему готовятся, знали, как готовятся. Ну а какие задания? У нас ведь уже не первый год практикуются демонстрационные тесты, которые, демонстрационные экзамены, которые размещены абсолютно во всех сетях. И можно прорешать практически все варианты, которые там возможны. Гуара, а вы так как считаете, проще нынче? Ну, проще это, скорее всего, что у детей, как у родителей, есть выбор действительно о том, что что я хочу. Если я собираюсь в колледж, то я тогда не буду нервничать по поводу ЕГЭ и получить там двойки. Тогда я как базовый уровень возьму, да, и решу, и все будет хорошо, и получу свой аттестат, а не справку, да. Но если я выбираю ЕГЭ, здесь очень важно понять, что это воспринимается не как трудность, да, детьми, а именно я ради чего выбираю ЕГЭ, потому что это, ну, входной билет, грубо говоря, выше учебного заведения, в бюджетные места, да, ну, если даже дополнительный набор, в престижный вуз, разные города, то есть это не только, ну, там не только у нас Барнавал-Алтайский край, это и, да, популярная Москва, Санкт-Петербург, Калининград, да, то есть это мои возможности, ради этого я иду сдавать ЕГЭ. Гуар, ну и я Наталье Владиславовне задавала уже этот вопрос вначале, теперь вам уже в завершении задам. Вот вы бы проголосовали за то, чтобы система ЕГЭ осталась, либо все-таки выпускники могли выбрать такой классический экзамен, который когда-то был в Советском Союзе, ну, или чуть позже. Ну, такой идеальный вариант, чтобы ребенок выбирал, что хочет, да, ну, такой идеальный вариант. Но, с другой стороны, ограничения тоже нужны нам, да, для чего? Потому что, когда есть возможность для всего, то есть у ребенка не возникает сила воли, да, и тогда будет развиваться их синдром по избеганию трудностей. Соответственно, какие-то трудности, правда, нам нужны для того, чтобы психика, ну, такая хрупкая психика, даже как у ребенка несовершеннолетнего, все равно научилась чему делать? Ну, там, достигать успеха, ну, за счет этого, да, там, хвалить себя, сказать, я молодец и так далее. Поэтому, скорее всего, с учетом того, что какие изменения у нас все-таки есть и в ЕГЭ, да, это не только тестовые. Ну, когда я проходила, это был тест, ну, там тупо нужно было сидеть и делать. Кому повезло, кому не повезло, ну, какие-то такие варианты. Ну, это начальные, наверное. Да, начальные, да, я, наверное, второй человек, ну, второй выпуск, который ЕГЭ сдавали. Но, а позже я сейчас смотрю на тех же подростков, которых на консультацию приходят, на то, чтобы на снижение тревожности и так далее, волнения, но я смотрю их уровень. Тот, кто действительно сдает и понимает уровень, там, правильная речь, да, установлена, как они, ну, в этом находят что-то интересное. Ну, если даже школа монотонная, и это и неинтересно, ну, такое может быть за 11 лет вполне, да. Но другой вопрос, что они знают, для чего эта школа, ну, какая-то осознанность приходит на сегодняшний день. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящем едином государственном экзамене.